Субтитры делал DimaTorzok Рок-н-ролл жив сейчас? Ну, на этот вопрос не знаю, кто может ответить, четко и ясно. Для кого как? Это каждый решает сам для себя. Для меня он жив, он будет жить всегда. Потому что я по натуре рок-н-ролльщик уже давно, достаточно, с 90-х годов. Ну, вы в этом же стиле играете? Ну, плюс-минус, да, рядышком в любом случае. То есть рок-н-ролл это не только стиль музыки, а это стиль жизни именно? Да, это ощущение, это ощущение свободы. Ну, это как мировосприятие такое. То есть это глубокая философская мысль, можно так сказать? Ну, не настолько глубокая, есть, конечно, и глубже, но мысль, хорошая мысль. А как, сегодня Международный день рок-н-ролла, как вы его будете отмечать? Есть ли мысли по этому поводу? Может быть, вы выйдете на площадь и жахнете с комикой? Не, ну, я, конечно, могу, но я что-то на этот вопрос, как бы, я еще не обдумываю. Мне кажется, это настоящий рок-н-ролльный поступок, выйти, выйти одного и... Да, был бы метро, я бы вышел, может быть, на проспект выйду, не знаю. Посмотрим, ну, как день, словучи. Друзья, сегодня ждите чего угодно, это был не 1 апреля с белой спиной, здесь будет играть настоящий ракешник. Вактанг, скажите, пожалуйста, вот наверняка у вас есть какие-нибудь люди, которым вы вдохновляетесь, ваши кумиры. Кто для вас является подражателем? Ну, как сказать, здесь и музыканты есть, и писатели, есть просто известные люди. Их очень много, в разное время они менялись совершенно, да. Из музыкантов могу назвать, там, те же самые Битлз, там, то же самое, там, Стинг, да, джазовые музыканты, гиби-кинги, гитаристы, там, разные. То есть, большая масса людей. Большой спектр у вас, да, вдохновения. Скажите, вот у вас есть несколько проектов разных, да, то есть, Хайдеггер жив, Виа, СССР и так далее. Вот у вас есть еще свой проект, расскажите подробнее. Инструментальный проект, где звучит авторская музыка, по большей части, 80% моей музыки. Это я собрал его где-то с год, с полтора года назад, вот, и обкатываем программу здесь, вот, в клубах в Саратове. А часто вообще у вас выступления, где вас можно увидеть? Выступления очень часто, в месяц по 6, по 9 концертов, можно в филармонию, в зале с оркестром ЛГБ, там, интересная программа будет. Можно в клубах саратовских, вот, ну, если хотите, в другую город. Поехать, и там вас можно увидеть. То есть, вы часто кастролируете? Ну, не так, как хотелось бы, да, но бывает такой наплыв, что сейчас. Бахтанг, были ли у вас когда-нибудь мысли о том, чтобы задать вопрос звездам? Ну, конечно, были. Однажды я даже набрал смелости, написал письмо гитаристу группы Queen, и получил ответ. Да вы что? Да, но не от него лично, я не знаю, может быть, и от его менеджера, скорее всего, потому что музыку Queen мы исполняем с оркестром, с Волгобэндом. Вот, я недавно в Ростове тоже ездил на гастроли с государственным оркестром в Ростовске, мы тоже исполняли там мою программу, и, соответственно, немножко Queen. Вот, написал просто то, что слова благодарности за такую замечательную музыку на меня повлияло, вот, и получил ответ с наилучшим пожеланием, продолжать в том же духе, вот, ну и бла-бла-бла. Ну, отлично. Итак, мы продолжаем наше общение, здесь по-прежнему Станг Казанцева, Михаил Ведусин и Вахтанг Торелли, который уже взял в руки гитару, и все это не просто так, да, рок-н-ролл жив. Вахтанг, что это будет? Хотел исполнить композицию, собственное сочинение, она посвящена моей дочке, вот, я просто одно время наблюдал, как ребенок рисует, как держит карандаш во рту, как вот язычком будет, да, когда раскрашивает, вот, ну, такая композиция. То есть она ваша муза? Ну, в этом случае, да. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 А мне были ассоциации с каким-то летним днем, каким-то темным, каким-то таким вот приятным, очень приятным. Скажите, если разложить вот эту вот композицию на партитуру же, правильно это называется? То есть если бы несколько человек ее играл, что бы вы еще добавили? То есть есть гитара, что бы... Значит, здесь по вдохновениям можно добавить все, что угодно. Вот я с оркестром выступал в сольной программе, да, там было три авторских моих вещей, да. У нас дирижер, он же аранжировщик, он аранжировал ее и так, вот правильно, да. Вот она звучит немножко иначе, но тоже правильно. А где можно это послушать? Можно на видео в Ютьюбе можно. А если вживую? А вживую, скорее всего, уже в новом сезоне, это с осени. Мы продолжаем. Спасибо, Алиночка, двубортные пиджаки, наконец-то, они врываются в нашу жизнь. Наконец-то ты узнал, что можно надеть. Я тебе больше того скажу, я даже мечтал уже о том, чтобы сшить двубортный пиджак, но пока еще не решился. Да, но мы продолжаем. Здесь Светлана Казанцева, Михаил Людусин, Пахтанг Торелли, который радует нас своей замечательной музыкой. Между прочим, не просто какой-нибудь перепевкой, а это реально ваше, да, это авторского, как это сказать, авторского произведения. Что еще? То есть предыдущая композиция, она была навеяна дочерью, которая рисует. Что вы готовы для нас сыграть? Расскажите нам историю ее. Ну, на акустической гитаре особо рока не поиграешь. Это надо с барабанами, с бас-гитаристом, да. Вот, я лучше сыграю что-нибудь там такое же легкое наподобие. Потому что весна наступила, хочется уже и гулять, и куда-то уже далеко к морю хочется отдохнуться. Так что... КОНЕЦ 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 Да это просто в хорошее настроение, легкое такое, в душе, когда бывает, новый день начинается, и как-то все очень легко получается, да, непринужденно. А тяжелую музыку вы пишете? Тяжелую, ну как, ну да, есть у нас композиция, вот в инструментальном проекте, достаточно тяжелая. Ну а при этом вы накладываете на музыку слова? Или на слова музыки? Есть у меня одна, нет, вот в словах я, конечно, не силен, я даже, ну как-то пытался одно время, но у меня не получается, я понял, что лучше не надо. Вот, есть у меня одна песня, музыка, вернее, да, слова написал Сергей Меркулов, вокалист группы Хайдеггер Жив. У нас такой получился тандем, вот, и мы ее исполняем в концертах моей инструментальной, вот, проекта. Ах так, наверное, последний вопрос, можно мы вашу музыку возьмем себе? Можно ли мы будем радоваться ей каждое утро? Я готов прогадать, пожалуйста. И просыпаться, спасибо. У нас в гостях был замечательный музыкант, как вы и сами убедились, те люди, кто смотрели и слушали нас, это Вахтанг Торелли. Вахтанг, вам наши аплодисменты, спасибо вам за это утро. Если вы готовы что-то сказать своим коллегам, может быть, музыкантам, я бы даже сказал, наверное, не так, а тем людям, которые сейчас готовы сесть и что-то написать, или, может быть, просто постараться стать музыкантами, чего вы могли бы советовать? Ну, я, конечно, хочу всех поздравить со вчерашним днем космонавтики, да, великий праздник для нашей страны. А сегодня день рок-н-ролла, всех поздравляю с этим замечательным праздником, но хочу сразу сказать, что в любом деле, в любом стиле музыки нужна мера. Конечно, рок-н-ролл дает свободу, но свобода – это способность человека себя ограничить. Вот она реально свободна. Вот, господа, чувство меры вам. И с праздником. И с праздником, да. И с праздником, отлично. Ну, тема наша сегодняшняя звучит следующим образом, что «I love rock'n'roll» и «Rock'n'roll жив», как мы и убедились сегодня, здесь, сейчас. Да, «Rock'n'roll жив». Мы вернемся через несколько минут. Али. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...